Продолжение следует... 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 ТСР или НКТ-ГЛАДЭ. Непрямая социотоксичность. Дело в том, что она происходит в результате взаимодействия клеток НКТ с дентритными клетками. В результате взаимодействия они активируют друг друга через взаимодействие, конечно, ТСР, глидерапевтного антигена, и это приводит к высвобождению цитокинов, которые вторично активируют социотатические и другие эффекторные лимфоциты. И третий путь – это модуляция опухолевого микроокружения, когда клетки убивают опухолевые клетки и таким образом могут подавить опухолевый рост. Если мы посмотрим количество этой субпопуляции НКТ-клеток, я бы хотела отметить, что именно фенотип CD3+, CD16+, 56+, поскольку мы знаем, что НКТ имеют различные субпопуляции, и поэтому акцентируем на том, что именно данная популяция нами изучалась. Мы видим, что вероятность прогрессирования заболевания у больных со сниженным до лечения процентов НКТ-клеток этого фенотипа в 4,6 раза выше, чем у больных с нормальным или повышенным количеством лимфоцитов. То есть эти больные здесь имеются без прогрессирования заболевания группа и с прогрессированием заболевания, и четко видно, что именно вот в этой группе с прогрессированием заболевания количество больных со сниженным показателем значительно выше. Если мы посмотрим взаимосвязь трехлетней безрецидивной и трехлетней общей выживаемости больных с данным количеством лимфоцитов, то здесь мы видим аналогичную ситуацию. Те больные, которые имели динамику первичную, надо отметить, что в ряде случаев не имело значения исходное количество этой субпопуляции этих клеток, но в процессе наблюдения, в динамике мы видим те больные, которые сохраняли определенный уровень этих клеток этой популяции, они имели более благоприятное течение, чем те, у которых эта популяция отсутствовала. Следующий маркер CD25 – это альфа-рецептор для интерлекина-2. Известно, что этот рецептор содержит три полипептидные цепи, на которых две – бета и гамма – экспрессируются конститутивно, то есть независимо от активации. Тогда как экспрессия альфа-цепи индуцируется активацией. CD25 является маркером ранней активации. Нужно отметить, что только тримерный рецептор состава альфа-бета-гамма обладает необходимым уровнем активности к интерлекину-2, что обеспечивает передачу активационного сигнала. CD25 имеет решающее значение для активации прориферативного ответа тельмофацитов для их дифференцировки. На данном слайде мы видим количество CD25 у тех же пациентов до лечения и связи с прогрессированием заболевания. Мы видим, что отношение шансов здесь 5,4. Вероятность прогрессирования заболевания у больных со сниженным до лечения процентов CD25 лимфоцитов в 5,4 раза выше, чем у больных с нормальным или повышенным количеством этих клеток. То есть это тоже в какой-то мере можно отнести как более благоприятному фактору для течения заболеваний. То же самое взаимосвязь безрецидивной и общей выживаемости больных, также оцененная в течение трех лет до начала лечения. Мы также видим, что первые точки не играли особенной роли для выводов по значимости этого маркера, но по контролю динамики развития этого процесса мы видим, что больные с сохраненным уровнем экспрессии CD25 имели большие шансы войти в более благоприятное клиническое течение заболевания. Если использовать два маркера, то есть сочетание НКТ и CD25, как бы активационное и противоопухолевое действие двух популяций лимфоцитов, то мы видим тоже, что именно у больных без прогрессирования заболевания оба этих показателей были значимо выше для больных, у которых не прогрессировала болезнь, по отношению к больным, у которых это заболевание прогрессировано. Это также видно при анализе трехлетней безрецидивной и общей выживаемости этой группы больных. То есть в определенной мере эти два показателя действительно подтвердили свою прогностическую значимость. Особое внимание привлекает популяция CD8 лимфоцитов. Дело в том, что в нее входит целая группа клеток, обладающих тем или иным противоопухолевым и проопухолевым свойством. Но, во-первых, надо сразу сказать, что ряд НКТ, естественных киллеров, они имеют маркер CD3 лимфоцитов. И это несколько другая группа, которая имеет маркеры классических НКТ. Тем не менее, они обладают тем же противоопухолевым действием, несмотря на экспрессию CD8. Кроме того, CD3 и CD8 плюс Т клетки разделяются по экспрессии CD28 на CD28 плюс клетки популяцию Т лимфоцитов, терминально дифференцированные цирпотоксические клетки и клетки супрессоры. И CD8 плюс 28 минус клетки, которые... CD8, простите, плюс 28 минус, это были, это CD8-28 плюс клетки популяция CD8-Т лимфоцитов, наивных клеток, клетки памяти и клеток эффектора. CD8-28 молекулы являются незаменимой, то есть эмультурной молекулой, необходимой для активации Т клеток. Этот рецептор играет решающую роль в регуляции функций цирпотоксических CD8-Т лимфоцитов. В литературе имеются данные о положительной ассоциации между повышением количества CD8-28 плюс Т клеток в периферической крови и увеличением безрецидивной и общей выживаемости пациентов. И, трое того, имеются данные еще сомнцы авторами, тогда подчеркивается, что увеличение CD8-28 плюс лимфоцитов у больных с метастатическим раком молочной железы перерывало с увеличением выживаемости без прогрессирования, а повышение количества CD8-28 минус с уменьшением выживаемости больных без прогрессирования. Надо отметить, что с популяцией CD8-28 минус это уникальная популяция, которая только у человека проявляет супрессивные действия и в настоящее время ее необходимо определять у всех больных, онкологических больных, которые подвергаются тому или другому иммунотерапевтическому лечению. В первую очередь мы проанализировали связь этих клеток в зависимости в CD8 популяции со степенью лечебного патоморфоза. И оказалось, что значение прогрессивное имеет только популяция CD8 плюс CD28 плюс, то есть сатартическая популяция. Мы видим, что у группы больных с высоким уровнем лечебного патоморфоза эта популяция была выше, чем у тех группы больных, где патоморфоз был выражен слабее. Далее было также изучено взаимосвязь исходного количества всех этих клеток этой популяции с прогрессированием заболевания. Здесь, как мы видим, две популяции, которые имели прогностическое значение. Это уже ранее указанные CD8-28 плюс лимфоциты, которые у больных без прогрессирования заболевания были выше, чем у больных с прогрессированием заболевания. И то, что в настоящее время активно исследуется, это соотношение двух этих популяций, популяции CD8-28 плюс и CD8-28 минус. То есть преобладание цитотоксической популяции в этой группе, оно имеет более важное прогностическое значение для развития противоопухолево-иммунного ответа. То же самое, если мы посмотрим с выживаемостью больных с раком молочной железы, то здесь также значение имели эти две популяции. То есть увеличение количества 8-28 плюс, то есть цитотоксической популяции, и соотношение цитотоксических и супрессионных клеток, которые чётко показали, что возрастание этих показателей больше связывается с выживаемостью больных. Мы видим, что большая часть больных выжила с высоким уровнем этих показателей, в отличие от погибших больных. Здесь также приведены данные по НК-клеткам CD3, CD8+, но мы их проанализируем позднее. Здесь на этом слайде видно также взаимосвязь пятилетней безрецидивной и общей выживаемости с исходным количеством CD8-клеток это CD3 плюс CD8-лимфоцитов до начала химиотерапии. Синяя – это процент лимфоцитов меньше медианы, и трассная – это процент лимфоцитов, то есть первая, простите, больше медианы, и трассная – это меньше медианы. И тоже на этом слайде достаточно хорошо видно, что по количеству клеток, представленных в разных популяциях, что исходное количество CD8-клеток положительных CD3 и CD8-лимфоцитов имеет благоприятное прогностическое значение. Взаимосвязь пятилетней выживаемости на этом слайде представлена с исходным количеством CD8-28 синтатических лимфоцитов и супрессованных соотношений, о которых мы уже говорили. Мы видим, что синяя линия – это процент лимфоцитов больше медианы, а трассная – меньше медианы, и в обоих случаях выживаемость общая и безрецидивная. Мы видим, что действительно это соотношение играет прогностическую роль. Более благоприятно в тех случаях, когда это было повышение соотношения, было в пользу цитотактической популяции лимфоцитов. Здесь показана взаимосвязь пятилетней и общей выживаемости с ветерочиной соотношения также до начала химиотерапии. И здесь, опять же, следует подчеркнуть, что исходные количества не играли какой-либо роли. И лишь по динамике мы видим, что изменение уровня этих субпопуляций, то есть преобладание цитотических надсупрессованных популяций, имело большее прогностическое значение. И даже в тех случаях, когда выживаемость больных, мы видим, что пота медиана даже не достигнута. Следующее – это лечение общей выживаемости больных с количеством НК-клеток. Дело в том, что мы говорили, что часть НК-клеток мы определяем по стандартным фенотипу НК-клеток CD3-16+, 56+, и в популяции CD8 положительных клеток. Эти НК-клетки, достаточно много их представлено у данных больных до начала химиотерапии. И здесь видно, что не в зависимости от той или иной популяции, суммарно или по отдельности, наличие НК-клеток, оно является более благоприятным для клинического течения заболевания. И больше дает информацию о выживаемости больных по безрецидивным и общей выживаемости. В настоящее время хорошо показано, что иммунная система активно взаимодействует с различными видами противоопухолевой терапии, химиотерапии и радиотерапии. Это здесь ссылки на последние работы, которые подчеркивают значимость этого вида лечения. И хотелось бы остановиться, что те векарства, которые применялись у наших больных, они, безусловно, сами тоже обладают воздействием как на опухолевую систему, так и на иммунную систему. Мы видим, что на действии они будут повышение проницаемости для дранзима Б, продуцируемого статическими лимфоцитами, иммунодукцией, иммуногенной гибели лимфоцитов, снижение экспрессии В7H1-ПДЛ1, соотношение повышения экспрессии факторов гистосовместимости 1-го класса. И на иммунную систему они также действуют. Во-первых, это избирательное снижение количества ряда супрасивных популяций лимфоцитов, снижение терегуляторных клеток в стандартной дозе, ускорение распознавания лизиса клеток опухоли и стимуляция этого с презентацией. То есть здесь, конечно, факторы имеют очень большой химиотерапевтических препаратов и играют очень важную роль. И, конечно, в дальнейшем, по всей вероятности, добавление в эту схему препаратов, действующих на иммунной клетке, то есть современной иммунотерапии, наверняка представляет очень большой интерес. Таким образом, в заключении можем сказать, что активированные CD25 лимфоциты, CD828+, лимфоцит в периферической крови, если величина соотношения CD828+, и CD828 в минус клеток могут являться возможными иммунологическими и предъективными факторами у пациентов со второй и третьей стадии трижды негативного рака молочной железы, получавших неодевантную химиотерапию с исплатином и пацифокселом. Благодарю за внимание. Продолжение следует...